В канун Дня Защитника Отечества присягу приняли юные кадеты. В столичной кадетской школе имени Героя Советского Союза Александра Кочетова уже 20 лет. И за это время ритуал отработали до мелочей. Однако день присяги по-прежнему самый волнительный и для кадетов, и для офицеров, и для родителей. Они самые младшие. В школе нет начальных классов, так что за салаг здесь пятиклассники. Впрочем, с этого момента уже настоящие полноправные кадеты. Зелегно учиться, строго выполнять уставшую школу, в ходах, в честь и кадетов, завет и обязанности кадетов, подчиняться, приказы, ученики, любые дни, некоторые офицеры, и обеспечить. Им предстоит научиться многому. И вязать узлы – самое легкое из этого списка. Вера и верность, любовь к родине, дружба и взаимопомощь. Пусть дисциплин с таким названием в расписании уроков нет, поверьте, это самые главные предметы. Я хотел по военной линии пойти. Конкретно, ну, наверное, хотел попасть в разведку, а не знаю, получится, нет. Сегодня в Чувашии 52 кадетских класса, две школы. Это движение у нас широко распространено и признано за образец в других регионах. А началось все в этой самой школе. Сейчас уже сложно вспомнить, как работали 20 лет назад, не имея ни программ, ни пособий. Теперь в кадетской школе есть даже свой музей, который в канун Дня защитника Отечества пополнился еще одним ценным экспонатом. Батюшка Сергий, протеерей Сергий Барашков, от церковь Николая Чудотворца, что в городе Новосибасадские приходы, подарили музею колокол с канонерской лодки императора Александра II 1885 года. Этот раритет, такого в Чувашии нигде нет, сейчас честное слово. Где они нашли эту историю, умалчивает. Но это долгое время хранилось у одного из моряков, передавалось из поколения в поколение. И вот сейчас этот колокол займет свое достойное место в военно-морском музее школы.